У большинства певчих птиц, населяющих наши поля и леса, птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они еще не умеют летать. Такие птенцы называются слетками. Если вы нашли где-нибудь такого птенца, самое разумное, что можно сделать, это отойти подальше и не беспокоить его. Родители обязательно найдут его и покормят. Если место кажется вам слишком опасным, например, птенец сидит на дорожке парка или на проезжей части, можно отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку. Однако, иногда случаются ситуации, когда птенцы действительно попадают в беду и нуждаются в помощи. Во-первых, гнездо может быть разрушено на ранней стадии, когда птенцы еще не способны нормально его покинуть. Его может повредить ветер, дождь или хищники. Наконец, может погибнуть один или даже оба родителя. Во всех этих случаях взять на себя заботу по искусственному выкармливанию птенцов – единственный способ сохранить им жизнь. Мы не знаем историю птенца-сойки, которого нам принесли 4 июня. Но с этого дня мы стали выкармливать его. Кормили раз в 2 часа с перерывом на 4-6 ночных часов, смесью из сваренного вкрутую куриного яйца, творога и нежирного мелко протертого мясного фарша. В состав корма обязательно следует включать поливитамины и минеральные добавки. Поили птенца из шприца. 19 июня мы решили вынести его на улицу, чтобы он учился летать. Почувствовав свободу, птенец взлетел на дерево, и мы не смогли его достать. Через 2 дня наш беглец спустился с дерева и начал кричать и требовать еду и воду. И теперь каждый день прилетает несколько раз. Мы заметили, что он начал ловить насекомых. Хотелось бы, чтобы птенец освоился в мире самостоятельно, без нашей опеки. Субтитры создавал DimaTorzok